здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале ну что ж я вернулась к истокам и записываю за нехваткой времени прежде всего видео в машине которые я очень люблю записывать потому что звук будет ну просто идеальным и так гречневый марафон приветствую всех на гречневом марафоне сегодня среда и у меня есть изменения в рационе я добавила апельсин я съела часть апельсина вчера наверное половину апельсина опять же за кем-то доела мне очень захотелось апельсин сегодня с утра к своему традиционному чаю я добавила тоже апельсин наверное целый даже был апельсин у меня сегодня я еще не ела гречку но я ела пророщенные пророщенные зерна и плюс я добавила семена чея если не ошибаюсь по-русски так они называются семена чея почему-то мне все время хочется сказать семена чея но я ни разу не слышала чтобы кто-то произносил просто я не интересовалась этой темой на русском либо на итальянском поэтому скорее всего это все-таки семена чем я добавила и кстати я вспомнила что я в прошлом к один из марафонов в прошлый марафон тоже добавляла поверх гречки я думаю что сегодня я еще гречку себе сварю отдельно хочу сказать по поводу кожи и обратите тоже на это внимание на самом деле на все изменения нужно обращать внимание чтобы они были для вас еще одним стимулом для того чтобы питаться другим образом для того чтобы возможно сохранить гречку либо либо другие злаки как основа рациона опять же нужно интересоваться гликемическим индексом нужно интересоваться что есть зерно грубой обработки что есть зерно шлифованное чем полезно одно чем не полезно совершенно не полезно другое как зерно с которого не снята вот эта полезная оболочка быстрее окисляется это все очень очень интересно если вы начнете интересоваться питанием который имеет современный человек который возможно имеете вы и альтернативное питание которое все мы можем иметь вы откроете для себя очень очень много нового часто заходит речь на моем канале о самообразовании о том, как нужно в декрете не потерять себя и развиваться и так далее, я вас уверяю, дорогие зрительницы, что если вы начнете интересоваться питанием, это такой огромный пласт информации, который вы можете принять, с которым вы можете согласиться либо не соглашаться, но это очень-очень интересно, потому что современный человек имеет совершенно определённое представление о том, как мы должны все питаться, как должны питаться наши дети, но оказывается, есть другой взгляд и даже несколько взглядов на питание, которое может подарить нам здоровье, который может подарить нам красоту и бодрость. А начала-то я с кожи и хотела показать, что да, у меня вот здесь вблизи очень хорошо видно следы синяки от тех прыщиков, которые у меня появились после мороженого. Надеюсь, что у вас они прошли, потому что я, например, обращаю внимание, что на гречневом марафоне у меня и кожа как будто бы выталкивает все. То есть вот эти прыщики и жировички, которые бывают, они как будто бы, кожа как будто бы становится более сухой, более плотной, они как будто бы выталкиваются, и на самом деле вот бывает достаточно вот так, приложив усилия, потереть, что называется, тем более после душа, на распаренную кожу, и все это уходит, так же, как и кожа заживает тоже на лице, в особенности, где пришлось подавить, не смогла, что называется, устоять от удовольствия, выдавить какой-нибудь прыщик. Соответственно, и кожа заживает тоже гораздо-гораздо быстрее. И, кстати, многие обратили внимание на то, что и кожа у меня стала другой, и я сегодня записываю в машине, я очень этому рада, потому что, на самом деле, в машине ты ничего не можешь скрыть, потому что, ну, машина это машина, то есть ты не имеешь ни специального освещения, если ты даже блогер, который работает со специальным освещением, ты, в общем-то, сел в машину и записываешь в машине, единственное, что здесь, конечно, рассеянный свет, но, тем не менее, вы можете посмотреть на мою кожу, потому что многие обратили внимание и спросили, неужели это гречневый марафон, также многие обратили внимание и спросили меня, это, наверное, эйфория от покупок, но нет, вот эта эйфория, которая посещает очень многих из нас, Сейчас мимо проходит, кто-то проходит и смотрит, что же я тут делаю, улыбаясь сама себе в камеру. Так вот, эйфория, которая нас посещает, это действительно эйфория, связанная с другим питанием, мы получаем больше энергии. Для меня это снова удивительно, потому что все-таки я человек, который достаточно неплохо питался, сбалансированно питался в моих собственных представлениях, о которых я рассказывала в своих видео про питание. Но тем не менее, да, меня снова посетила такая эйфория, вот такой взрыв энергии, который, безусловно, можно связать с тем, что это очень приятно делать в покупке. Но с другой стороны, я выпущу видео в рамках минимализма, где расскажу, как я видела вот этот свой шоппинг изнутри, глазами минималиста, что называется. И сразу могу сказать, что для меня это была не очень удобная ситуация, потому что я очень много времени потратила, например, когда я ждала просто, чтобы пальто мне принесли. Поэтому нет, все-таки эту эйфорию, эту радость, этот блеск в глазах я соотношу все-таки снова с питанием, которое меняется, чем с теми покупками, которые я совершила. Но тема сегодняшнего видео, я перестала чувствовать голод. Это случилось. Я начала, опять же, свое видео с того, что я там апельсин поела с утра. Это видео я начала с того, что я апельсин съела с утра. Но могу сказать, что сегодня, получается, сегодня среда, и это, получается, запуталось, еще и батарея садится. Поскольку сегодня среда, но у меня сложность с математикой, мне кажется, сегодня либо десятый, либо одиннадцатый день гречневого марафона. И со мной случилось, что именно сегодня, в среду, я перестала чувствовать голод, так, как традиционно я его чувствую, так, как традиционно его чувствуют люди, которые питаются, на мой взгляд, которые едят чуть больше, чем им необходимы. И в последнее время я была таким человеком, учитывая также и праздники, учитывая также и каникулы, приятную компанию своих детей и своей семьи, когда ты хочешь поддержать компанию. Вот просто потому, что, ну, все сели за стол, и я много раз рассказывала, что очень часто мы едим не потому, что мы голодны, а потому, что мы решаем, что называется, компанию поддержать. Так вот, я перестала чувствовать голод в его традиционном понимании. И я знаю, что со многими моими зрительницами это уже произошло, мне кто-то написал, что есть совсем не хочется. Вот это есть совсем не хочется, это удивительное ощущение, когда ты понимаешь, когда ты скорее осознаешь, что, в общем-то, ты пропускаешь свой традиционный прием еды, что, в общем-то, тебе нужно поесть. Либо, внимание, такое тоже может быть, что называется, как поплохело резко, вот как у меня было с бананом, но это опять же, это резко поплохело, оно случается только тогда, когда мы еще полностью не привыкли, как я это понимаю, к другому питанию, к более редкому питанию, к более скудному питанию и более однообразному питанию. Вот может поплохеть резко, в то время, когда мы выходим на такой рацион, гречка плюс что-то, а я планирую гречку оставить на многие-многие месяца, я прекрасно себя чувствую. Ну, конечно же, я добавлю семена, я добавлю пророщенное зерно, которое уже, в общем-то, с первых дней марафона со мной, я добавлю также свой любимый салат из капусты потертой, плюс морковь, плюс яблоко, то есть я что-то добавлю, но в целом гречка будет основой моего рациона, потому что я прекрасно себя чувствую. И да, вот это ощущение, что ты не чувствуешь голод, его очень сложно описать словами, но оно наступает. И со мной это случилось, вот я сегодня среда, повторюсь, не могу посчитать, 10-й это либо 11-й день марафона, но я знаю, что со многими это случилось на несколько дней, на несколько дней раньше, когда ты, да, осознаешь, что ты ешь очень мало, что ты ешь очень редко, гораздо меньше, чем ела до этого, но тебе прекрасно, ты, в общем-то, и полна силы, бодрая, весела, и самое главное, есть ты не хочешь. Пожалуйста, дорогие зрительницы, прислушайтесь к этому ощущению, наслаждайтесь им, поверьте, для многих из вас это ощущение может стать привычным, а как только вы будете это ощущение терять, вы сможете снова возвращаться на свой гречневый марафон, зная уже, как все это будет. Отдельно хочу прокомментировать всплески агрессии, которые случаются с некоторыми, многие пишут, что портится настроение, я с этим знакома, потому что даже мой муж очень часто говорит мне, нет ничего хуже, чем голодный мужчина, говорят, говорит он мне, но я тебе могу сказать, жена, он часто мне говорит, нет ничего хуже, чем голодная женщина, я действительно, когда раньше была голодна, я не могу сказать, что я срывалась или как-то еще были какие-то сложности у меня с социальным поведением, нет, но у меня резко портилось настроение, оно резко улучшалось, когда я поела, и могу сказать, что вот эти вот перепады настроения, они опять же свидетельствуют о том, что до этого ваше питание было очень и очень другим, либо что были в вашей диете продукты, которые были с высоким гликемическим индексом, соответственно, вот эти перепады, я связываю не столько с уменьшением количеством еды, сколько с уменьшением выработки сахара, инсулина, я много раз об этом рассказывала, скоро выйдет видео, 4 причины, у меня есть видео, 3 причины, которые мешали мне похудеть, и тут 4 причины, где я остановлюсь более подробно на гликемическом индексе, поэтому по большому счету, если с вами это происходит, я вам искренне желаю, чтобы как можно быстрее это прекратилось, я лично уверена, что это прекратится, эти перепады настроения, потому что, повторюсь, мне они тоже были знакомы, но не на гречном марафоне, а просто в течение моей жизни у меня было такое, что я прям к обеду такая заряженная, позитивная, негативная энергия пребываю, все, я поела, я расслабилась, мне все хорошо, а на многих, кстати, такой расслабляющий эффект оказывает алкоголь, но я, поскольку к алкоголю совершенно равнодушна, я так и не научилась ощущать, чувствовать, наслаждаться вкусом вина, могу сказать, что да, вот такое расслабление у меня происходило, что называется, отпускал меня же мой собственный негатив, когда я просто-напросто обедала, поэтому, пожалуйста, дорогие зрительницы, я желаю всем, чтобы чувство голода, вот это привычное, когда даже не под ложечкой сосет, нет, когда мысли о еде тебя не покидают, чтобы в итоге вот это чувство голода вас покинуло, чтобы вы на самом деле познали, как я люблю говорить и осознали то, о чем я очень часто рассказываю, вот это ощущение, когда ты ешь до насыщения, когда ты ешь до потери, до ощущения потери вкуса, когда ты прекращаешь легко свой обед, ужин, завтрак, свой любой прием еды, потому что ты осознаешь, что здесь и сейчас тебе этого достаточно, а больше тебе не надо. На этом с вами прощаюсь, желаю всем хорошего настроения, бодрости духа, не только от покупок, но прежде всего просто от того, что вы себя классно ощущаете в этой жизни. Увидимся очень скоро, всем большой привет марафонцам, большой привет, скоро я запишу отдельное видео, возможно, это будет ближайшее видео о том, какой рацион будет, когда я буду выходить из гречневой диеты, но для меня это будет не ново, я уже подобные видео записывала и подобным опытом обладаю, с вами поделюсь обязательно, увидимся очень скоро. Всем большое спасибо за компанию на этом гречневом марафоне, который, конечно же, подходит к концу, на этой неделе, я думаю, что он и закончится. Увидимся очень скоро, это была Яна Скворцова, всем пока-пока.